Здравствуйте! Это новости на телеканале ННТС, студии Махач Курбанов и материал моих коллег. Коротко о главном. Ситуация с коронавирусом в Дагестане усложняется. Скорая не успевает приезжать на вызов, а специалисты говорят, нужна массовая вакцинация. В Ботлигском районе на одну школу станет больше. Как идет процесс строительства и сколько учеников смогут сесть за парты в селе Рохота, расскажут сегодня мои коллеги. В столице Венгрии Дагестанский вольник стал вторым призером первенства мира среди спортсменов до 18 лет. Подробнее в спортивном блоке. Эпидемиологическая ситуация в республике остается сложной. Растет количество заболевших ковид. Так, за сутки выявлено почти 200 новых случаев. Практически все медучреждения работают с коронавирусными пациентами, а число вызовов скорой помощи возросло в 10 раз, сообщает Минздрав. Это и приводит к задержке выездов. Свободных машин очень мало. Как показывает статистика, большинство заболевших не получали вакцину. Специалисты утверждают, что получить иммунитет мы можем только путем массовой вакцинации. Если сравнивать первую волну, май прошлого года и сегодняшняя ситуация, то это просто как две разные болезни. Во-первых, она очень агрессивна в течение двух-трех дней, может от 5% поражать до 80%, переводить пациентов к КТ-4. А это совсем другой уровень поражения, другой уровень последствий. Вирус помолодел. И сейчас из 30% в общем тяжелых больных, которые у нас есть в клинике, из этих 30% до 40% это лица моложе 70-го года. Вакцина дает однозначно защиту от тяжелого течения заболевания. Я как-то говорил и сейчас хочу повторить, что вакцина не дает бессмертия человеку. Вакцина не дает абсолютную гарантию, что человеку может не заболеть, но она абсолютно дает гарантию, что болезнь протечет по слабому сценарию. Мы еще ни одного пациента не получили, который тяжело перенес бы какие-то заболевания. Единичные случаи после вакцинации тех, кто заболел, болезнь протекла очень легко. В основном сегодняшняя волна – это те, кто не вакцинировался вообще. Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора добилось отмены декларации о соответствии на семена льна. В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалисты выявили, что общество с ограниченной ответственностью ДАК «Продукт» представило недостоверное сведение. По данным предприятия, декларация была принята на основании испытательной лаборатории ООО «Гелеон», якобы расположенной в Самаре. Однако по указанному адресу специалисты лабораторию не обнаружили. Нарушителям было выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии семян льна, которое внесено в систему Росаккредитации. Межведомственная комиссия проверила наличие аварийного запаса у гарантирующего поставщика электроэнергии. Причиной проверки стали повторяющиеся аварии, из-за которых последовало масштабное отключение света в Махачкале. К тому же в городе ожидается повышенная температура воздуха. В рамках проверки было отмечено, что у администрации города вопрос своевременного устранения аварий и бесперебойного обеспечения жителей города энергии стоит на контроле. Школу на 400 мест строят в селе Рохота Бодрихского района. Учебное заведение планируют сдать к концу этого года. Как идет процесс строительства узнавал мой коллега Хамзенур Магомедов. Четыре года назад в селе Рохота сгорела единственная школа. Ребята вынуждены были получать уроки в здании местной фабрики сельской администрации. По инициативе жителей, ула и общественности на эту проблему обратило внимание правительство региона. И сейчас на месте сгоревшей школы возводят новую. Сделаны наружные работы, наружная канализация, наружный водопровод, пожарные резервуары, подпорные стены, водоотведение, водоотведение полностью завершено, электропровода. В дальнейшем будут вести работы штукатурка, кондиционирование. Строительство школы началось в прошлом году, а завершить ее, по словам начальника, участка планируют в этом, в октябре месяце. Здание трехэтажное с высокими потолками и большими учебными кабинетами. Однако представитель местной администрации опасается, что объект не удастся сдать вовремя. Администрация селения и преподавательский коллектив, все жители селения, 32 года стояло на мертвой точке. Мы приходили из телеведения, с Москвы даже приезжали сюда снимать по нашей просьбе, чтобы сдвинуть это с мертвой точки. По информации, размещенной на сайте Минстроя, на новую школу выделено более 320 миллионов рублей. Эти средства из республиканского бюджета. Теперь жителям села и, главное, ученикам остается надеяться, что школа откроет свои двери в новом учебном году. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбардзов, Телеканаван, НТ, село Рохота, Ботляхский район. Реконструкцию территории пожарно-спасательной части номер один провели в селе Аранье Хунзахского района. Сотрудники МЧС республики неоднократно обращались с просьбой помочь в облагораживании площадки. В результате проведенных работ заасфальтировали более тысячи квадратных метров прилегающей территории. Наибольшее количество туристов в России направляются в Дагестан. Это стало известно благодаря исследованию сервиса One2Trip. В рамках исследования учитывалось количество билетов, забронированных клиентами компании с 1 по 31 августа. Махачкала стала одним из самых популярных городов, куда туристы хотят отправиться. О спорте. Дагестанский борец вольного стиля Ахмет Мусаев стал вторым призером первенства мира среди спортсменов до 18 лет. Турнир завершился накануне в Будапеште. В столице Венгрии Мусаев выступал весе до 71 килограмма. На финале Хаса Юртовец уступил атлету из Ирана. Напомним, что ранее розовыми медалистами соревнований стали двое воспитанников спортшколы республики. Хабиб Завурбеков и Мустафы Гаджи Малачдибиров. Награды дагестанских спортсменов помогли сборной России стать третьей в общем зачете. Вперед наша дружина пропустила команды США и Ирана. И на этом все. Оставайтесь с нашим телеканалом, смотрите наши новости. Не переключайтесь. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok